Подготовка к конкурсу Евровидения, который на этот раз пройдет на Украине, вступила в завершающую фазу. Во вторник в Киеве состоялась встреча представителей Европейского обещательного союза с руководителями национальных делегаций. Обсуждали участников, все они уже известны. Россия определилась в последний момент. Представлять ее будет Юлия Самойлова, исполнительница, с детства прикованная к инвалидной коляске. Такую певицу невозможно освистать, это был бы верх цинизма. А именно такой реакции, судя по всему, опасалась российская страна. Как рядовые киевляне отнеслись к решению Первого канала в нашем опросе? Ну, вы знаете, мне кажется, что это, ну, как бы шантаж со стороны России. Какую-то жалость может вызвать. Ну, в принципе, я сегодня смотрела ее песню, неплохая. Она инвалид, и это уже немного несправедливо по отношению к другим участникам. Есть олимпийские игры, а есть паралимпийские игры. И это все равно, что их объединит. То, что она с инвалидностью, я считаю, это хорошо. Это показывает, что люди с ограниченными возможностями имеют такие же шансы, как и обычные люди. На мой взгляд, вообще-то не совсем честно, когда разновесовые категории. Без всяких, как бы, отрицательных эмоций к этой девушке. Просто сама ситуация не совсем справедливая. Мировая аудитория, скорее, ей красную дорожку, да, скажем так, выстилит. Не будет объективно оценивать ее вокальные там способности или качество ее музыкального номера. Отрицательно. Ну, потому что она сразу будет сожаление вызывать. Ей будут сразу ставить выше какие-то баллы. Должна же Россия вызвать чувство жалости, печали. Знаете, вот, что вот... Ну, это все-таки пиар какой-то. Продолжим тему с экспертом Deutsche Welle по Евровидению Андреем Бренером. Андрей, ты много раз в качестве специального корреспондента Deutsche Welle освещал конкурс Евровидения. Поедешь в этом году в Киев, я надеюсь. А как Германия отнеслась к выбору России? Немцы оценили ход России, как тоже справедливо сказал. Они предположили, что в Киеве Юлию Самойлову, певицу-колясочницу, вряд ли освистают. А ведь российским исполнительницам уже доставалось на конкурсах Евровидения от публики. Это было в Вене, это было в Кабенгадине. Впрочем, проявления недовольства они были адресованы не этим певицам, а российским властям. Но немцы также указали на то, что не стали бы упрекать Россию, если следует терминологии Владимира Познера, в запрещенном приеме. Ведь никто, никому не приходило в голову упрекать в этом Польшу два года назад в Вене, когда за эту страну также выступала певица-колясочница. Никто не упрекал Диану Грузию, вернее, когда в 2008 году незрячая Диана Гурцкая пела за Грузией в 2008 году на конкурсе в Белграде. Немцы были разочарованы качеством песни, которую представила Россия в этом году на конкурсе Евровидения. Скучно это то, что доводилось мне слышать чаще всего. Вот, наверное, такие были основные высказывания моих немецких коллег. Самойлова выступала в Крыму после того, как он перешел под контроль России. И в этой связи в Киеве раздаются призывы запретить ей въезд в страну. Давай послушаем, что сказали во вторник представители Европейского вещательного союза и представители украинского правительства. Мы полностью понимаем украинский закон. И, конечно, это решение должны принимать представители украинской власти, а не Европейский вещательный союз. У нас нет никаких претензий к участникам со стороны России, к российской делегации. Они не нарушали никаких правил европейского конкурса песни. Мы не намерены сознательно затягивать окончательное принятие решения. И наша задача, с одной стороны, быть в духе традиций Евровидения, как песенного праздника и песенного конкурса, в котором соревнуются сильнейшие. С другой стороны, мы уважаем собственное законодательство. К сожалению, для нас, участник со стороны России, незаконно пересекал границу Автономной Республики Крым. По предварительным данным, которые есть у нас в распоряжении. С учетом этого и будет приниматься окончательное решение. Андрей, а в Германии эта тема с запретом на въезд как-то обсуждалась? Да, немецкие СМИ сразу обратили на это внимание после того, как появились сообщения, что служба безопасности Украины намерена проверить, имеет ли право Юлия Самойлова объезжать на территорию Украины или нет. И вы знаете, тенор тех слов, высказываний, которые сделали мои коллеги, был один. Запрещать не стоит. Ведь тогда, по сути, одна страна принимает решение о том, может ли Юлия Самойлова выступать на международном конкурсе или нет. Надо отметить, что это были те мои коллеги, которые до сих пор довольно критически отзывались о России. Так, например, Ян Федерсон в нынешний раз, в нынешнем случае сказал следующее. Он сравнил Евровидение с Организацией Объединенных Наций. И он говорит, привел следующий такой пример. Если в ООН, в штаб-квартиру, в Нью-Йорк, в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций могут приезжать политики, находящиеся под санкциями США, то и Украина должна разрешить Юлии Самойловой приехать на конкурс Евровидения в Киев. Конкурс Евровидения не раз обвиняли в политизированности. Что отвечают на это организаторы конкурса? Европейский вещательный союз, который, например, как ФИФА, имеет все права на проведение чемпионатов мира по футболу, так и Европейский вещательный союз, который отвечает за конкурс Евровидения, он, конечно, напрочь отрицает любую связь между политикой и музыкальным конкурсом. Но это вряд ли возможно при проведении такого большого масштабного мероприятия. Да и вся история Евровидения показывает, что конкурс неразрывно связан с политикой. Он был отражением всех тех событий, которые происходили в Европе за последние 60 лет. Начнем от примирения стран, которые друг с другом воевали во Второй мировой войне, до открытия железного занавеса, выступления на конкурсе представителей стран из Восточной Европы, из бывшего Советского Союза, до нынешнего конфликта между Россией и Украиной. Но плохо, когда в конкурс смешиваются политики. Я помню, как недовольство результатами голосования на конкурсе высказывали министр иностранных дел России Сергей Лавров или президент Беларуси Александр Лукашенко. Пусть политики занимаются своим делом, а конкурс своим.